Друзья, всем привет! Небольшой такой ролик опять в формате подкаста. Я думаю, на самом деле, подкаст это достаточно хороший формат для того, чтобы общаться напрямую с вами. Потому что подкаст дает возможность обсудить те темы, которые в видео порой невозможно обсудить, потому что они не подходят в тему видео, скажем так. И есть вопросы, которые вызывают у людей часто вопросы. Они задают их часто в комментариях, чтобы вот каждому одинаково не отвечать, чтобы там 20 раз на один вопрос, один и тот же ответ не копировать. Я его просто отвечу здесь, постараюсь коротко уместить. Погнали! Итак, самый первый вопрос, который меня уже заколебали за последние сутки, мне написал человек 30, наверное, по поводу подвеса Юлиана. Ну, это хороший проект, это очень интересный проект, очень возможно, кто-то даже заинтересуется этим. Но понимаете, в чем суть? Сам дальнолет стоит немалых денег. Ну, скажем так, ну у него сейчас тоже дальнолет пошел совсем не бюджетный, он стоит не меньше моих дальнолетов, когда вы говорили раньше, что мой дальнолет дороже его, из-за кроссфаера. Я могу перейти на 2,4, мой дальнолет станет в полтора раза дешевле, понимаете? Тут не в этом дело, как бы дальнолет сам по себе аппарат не дешевый. Дальнолет стоит 300-400 долларов. Плюс к нему аппаратура, еще сотка. Плюс еще видеоприемник нормальный, в ночках, с хорошими антеннами. Еще полтос, ладно, скажем так. Плюс еще аккумулятор большой. Это еще 50 баксов. Плюс зарядка к нему и все такое. Если вы только вступаете в хобби и хотите что-то снимать, не берите дальнолет на Айнаф. Это, ну, непростая стезя. Если вы прошаренный пилот, то вообще никаких вопросов нет. Я это вообще не поддерживаю, когда ребята с дальнолетов или там с самосборных коптеров начинают снимать что-то на GoPro. Смотрите, друзья, GoPro сама стоит достаточно больших денег. Если вы ставите ранком сплит, ну ладно, чуть-чуть стоимость падает. Но в целом коптер стоит недешево. Полностью весь комплект получается 600-700 долларов. Зачем? Зачем брать какой-то такой вот коптер, который практически ничего не умеет, на самом деле, кроме того, как летать и снимать, если у вас нет какого-нибудь, например, Crossfire с телеметрией или телеметрией отдельно модулем не стоит. Тогда вы хотя бы что-то с телефоном можете управлять, там расставлять точки, контролировать что-то и так далее. Возьмите Phantom. Тройка, стандарт, отличный аппарат. В принципе, прилично летает, приличную картинку снимает. Ну, просто из коробочки достаете, летите. Стоит 400 долларов новый, 450, по-моему. Какой-нибудь SE стоит 600-650 на распродаже. Даже можно, по-моему, за 500-550 урвать. Зачем вам эта морока? Зачем вам этот подвес, чертов? Я не могу понять. Люди собирают, да, самосборы под подвес, когда они собираются лететь на дальняк, но на больших аппаратах, когда они тепловизор вешают, когда они большие камеры вешают. Я знаю, люди вешают, например, камеры на 360, чтобы снимать. Там 6 GoPro так ставят. Очень дорого, но очень классный материал получается. Я знаю таких людей. Да, тогда нужны самосборы, тогда не обойтись какими-нибудь обычными. Но все мои друзья, которые профессионально занимаются съемкой, или даже хотя бы для души, они вообще не понимают, зачем собирать это все. Я знаю ребят, которые профессионально реально каждый день занимаются съемкой. У них есть самосборы, есть мелкие гоночные, есть средние такие, которые можно полетать чуть подольше, может быть, типа дальнолетов. Но для съемок Фантом четверка, или даже если они давно уже в Хобби, то может быть еще тройка у них осталась с прошлых лет, если они не успели обновить. Или Inspire. Inspire это вообще выше крыжи супераппарат улетный. Ну или Фантом. То есть Фантома отлично хватает, чтобы снимать какие-нибудь красивые виды, пейзажи, поездочки, трекинг, включить какой-нибудь фоллуми, или такого плана. Единственная причина, по которой вы хотели бы установить подвес на дальнолет, ну, такой, тем более еще небольшой, с такой средней картинкой, если вы вот прям реально хотите что-то делать своими руками. Вот это единственный вариант, когда это действительно может себя оправдать. Во всех остальных случаях берите нормальный готовый аппарат. Если у вас уже есть какой-то опыт, то это вообще супер. Если у вас нет опыта, то он вам поможет. Там есть еще симулятор на телефоне, можно погонять. Можно и там полетать с удержанием курса, чтобы нос особо не клевал, чтобы носом особо не поворачивать, не терять контроль над ним. Вариантов куча. Но самому собирать для съемок с GoPro или там со сплитом вообще не одного варианта. Качество хуже, управления никакого нет, ни ISO ничего не поменять нельзя, настройки переключить в полете нельзя. Всяких трекингов, активных умных режимов нет. Вообще нулевой практически функционал при той же стоимости. И качество зачастую ниже, потому что есть ребята, которые могут спаять просто идеально, так же как на заводе. И ничего там нигде не треснет, пайка не сломается, ничего не замкнет. Но если вы там не какой-то супер-мега-технарь, который всю жизнь только пайкой и занимался, то возможно у вас пайка будет немножко хуже, чем на заводе DJI. Вот от этого никуда не деться. Теперь поводы комментаторов. За последнюю неделю, ну вот, неплохо стрельнул ролик на взлет на 7,5 километров. Да, кроме того, Денис, я там в комментах уже оставил, да, Денис уже на 8,5 слетал, и уже причем еще не один раз. Ну, кстати, да, друзья, небольшое дополнение, Денис летал уже буквально вчера или позавчера на 9,2 практически километра. Давайте, короче, сделаем так. Так, когда Денис добьет высоту из 10 километров, мы покажем про это видос. А пока, ну, 9,200, это, конечно, 9,150, это, конечно, тоже классная высота, это, конечно же, пока рекорд вообще. Мелоколетов там пока еще не было, но, тем не менее, мы хотим еще выше добраться, тем более аккумулятора было примерно еще 40% остатки, то есть он реально до хрена привелся обратно. Проблема была в перебитой антене Кроссфера, которая постоянно ломается у него, что-то он никак нормально не поставит. Ждем результатов. Кроме того, его знакомый сейчас улетел на 12 или на 13 километров вдаль, то есть слетал туда-обратно на 7-дюймовом дальнолете. У него чуть-чуть другой сетап на раме, как у первого дальнолета, на XL7, по-моему, от iFlight. Он и нормально дальнобойку от F-Sky протестировал, то есть на 500 мВт они все-таки слетали, по-моему, там на 10 километров, ну, то есть, ну, и вот на 12 километров они тоже летали. В принципе, F-Sky дальнобойка работает, но понятно, что телеметрии там, насколько я понимаю, все так же нет на 500 мВт. То есть 25 мВт телеметрии есть, все, что выше, можете забыть. Так вот, возвращаясь к тому видосу, по тем видосам просто огромное количество появилось, ну, незнакомых мне людей, это люди, которые появляются там, на этом видосе уже 60 тысяч просмотров, и они заглядывают просто посмотреть этот видос и уходят. И оставляют очень часто гневные комментарии, типа, вот, вы летали не там, вы летали над людьми, над домами, ну, мало ли что они там пишут. Постоянно пишут с матом. Друзья, я, ну, мне вообще комментарии не жалко оставить, ну, если они даже критикуют о меня, или что, или то, что мы делаем, или они какие-то не очень позитивные, но без мата прошу, друзья. Ну, я думаю, вот те, к кому я сейчас обращаюсь, они и так более-менее знают правила канала. Мат я не особо люблю. Если есть мат, я стараюсь сразу почистить, или попросить человека сразу самого почистить, чтобы комментарий остался. Он, в принципе, содержал ту же информацию, но без мата. Не надо крыть никого мата. Да, а в том видосе что-то подряд начали сыпаться какие-то от чужих людей какие-то матные комментарии. И если ваш комментарий удалили, а вы хотели сказать что-то очень важное, то напишите еще раз, но без мата. Также и про остальные ролики. Очень много стало вопросов не по теме под роликами. Друзья, вот это меня вообще стало очень-очень сильно вымораживать, что происходит, я не понимаю. Ну, понятно, народу достаточно много, на канале уже почти 6 тысяч человек, и многие из них появились буквально недавно. Понимаете, я хочу сделать это более-менее клево, чтобы было всем комфортно. Если вы под роликом, где, я не знаю, ну, какой был последний ролик, там, с инвертором про Crossfire, вот я запустил вчера, и если вы под роликом, под инвертором оставляете какой-то, какой-то рандомный вообще вопрос, там, не знаю, на моем мелколюте 90-го размера моргает ОСД, что делать? Причем тут инвертор? Друзья, у меня есть вообще ролики практически на каждую тему. Если у меня нет на эту тему ролик, то у меня есть ролик на смежную какую-то тему, на очень близкую эту тему. Если у вас есть какой-то вопрос, будьте бы добры найти тот ролик, где я обсуждал именно этот вопрос и задать вопрос там. Там я отвечу на этот вопрос. В остальных роликах, под остальными роликами, я отвечать на эти вопросы не буду. Мне смысла этого никакого нет. Вы задаете просто рандомный вопрос в любом месте. Понятно, я отвечаю практически всем, но если вы задаете какой-то вопрос, вообще никак не связан с роликом, для чего он там нужен? Я отвечаю персонально вам, но никто никогда его больше не найдет. А суть в чем? Люди смотрят ролик, например, там, что это про ОСД. Внизу вы задаете свой вопрос, почему моргает ОСД. Я вам отвечаю. Ролик люди досмотрели, пролистали в комментарии, посмотрели, «О, у меня точно такая же проблема». А как ее решить? «О, тут сразу решение написано». Отлично, у меня есть вся информация. Но если вы задаете под роликами какие-то рандомные чужие вопросы, я их буду игнорировать. Если у вас есть вопросы какие-то, прям вообще какие-то странные, которые не вписываются в тематику, ну ладно, можно иногда. Но если у вас вопрос там, как настроить СБАС на полетнике от Мотек, и вы задаете его вопросом под моторами DYS, отвечать я на такие вопросы не буду, ну уж извините. Кроме того, достаточно много народу появилось, который задает реально опять же. Ну, это мы обсуждали в январе. Друзья, не надо задавать мне любой вопрос, который вам придет в голову. Первонаперво идем в Google, ищем там. Понимаете, вас очень много, я один. И в день мне пишут 50, 60, 70 человек. Если я каждого потрачу по минуте, это уже час моего времени. Очень-очень много работы, очень-очень мало времени в сутках, на самом деле. Очень много приходится работать, если я каждому спуду отвечать развернуто. И люди часто пишут какие-то вопросы, которые настолько простые. Первая ссылка в Google, это именно то, что вам нужно. Там, как подключить вот этот вот приемник от FlySky по iBus как-нибудь к такому-то полетнику, я не могу найти инструкцию. Ну, блин, ну поищи, поищи хорошенько. Я могу тебе ответить, у меня это займет меньше времени, но у меня времени намного меньше, чем у тебя, понимаешь? У тебя весь день можешь быть свободен. Или там ты можешь потратить на это полчаса. Я не могу потратить на это полчаса. Я не могу сидеть, копировать тебе цитаты с Википедии, копировать ссылки на какие-то образовательные материалы. Люди, вы можете заняться, в принципе, этим точно так же, как и я. Я наизусть не знаю этих ссылок, я наизусть не храню у себя вот эти отрывки статей. Я их не могу вам выдать просто так. Я точно так же, как и вы, иду в Google, ищу, копирую, вставляю вам. Вот и все. Если у вас есть какие-то прям вообще непонятные вопросы, если у вас есть какие-то сложные вопросы, без проблем, можно разобраться. Мне люди пишут, иногда интересные реально вопросы, и у меня опыт, как бы, что, как решаются какие-то сложные проблемы, и вам можно помочь. В принципе, мне не сложно. Если у вас есть какие-то простые вопросы, которые, ну, вроде как, для вас кажутся сложными, но вы не уверены, что стоит не писать, пишите в нашу группу ВКонтакте, гоночные квадрокоптеры от Грозы. Группа, отличная группа, там очень много людей, активно все общаются. Пишите там, пожалуйста. Там найдутся люди, у которых есть 2-3 минуты свободного времени, и они с радостью вам помогут. Если ничего прям не работает, то я тоже там частенько появляюсь, я просматриваю комментарии, я не на все стал в последнее время отвечать, там слишком много, и к каждому расписывать я не могу. Но я смотрю, что люди пишут, если они не пишут неправильные ответы вам, или что-то такое, я бы немножко подправлю. Если я знаю что-то больше, то я подскажу, если я ничего не знаю по этой теме, то я пролистаю мимо. Но я в основном сижу, проверяю, что там происходит, как происходит, и чтобы новички тоже, как бы заходя в нашу группу и спрашивая что-то, получали свои ответы. Ну это такое чисто персональное пожелание, не донимайте меня, ну серьезно. Я, конечно, отзывчив, я открыт к общению, но не стоит налегать. Если вы меня спросили, я вам ответил, не надо спрашивать, почему я это ответил. Если вы спрашиваете, какой взять регулятор, меня тоже частенько спрашивают, я говорю, ну возьми вот такой вот такой регулятор. Он говорит, а почему? Что значит почему, друзья? Чего я должен сидеть расписывать мое мнение, почему именно этот регулятор? Другой, раз я советую, значит я почему-то его советую. Значит он более-менее качественный, значит он более-менее работает. Есть какие-то отзывы положительные об этом продукте. Или спрашивают еще, а какую камеру взять? Я говорю, вот такую вот такую. Он говорит, ну слишком дорого стоит, давай что-нибудь до 15 долларов. Я говорю, ты 15 долларов, ничего нормально не возьмешь, возьми только вот эту, обычную, там, копию HS177. Он говорит, ну это мне не устраивает, она какая-то сильно не нравится мне. Она говорит, Сара, плохое качество, давай что-нибудь получше. Я говорю, нету таких, понятно, для вас, возможно, это какая-то новая тема, и она вообще, как бы для вас пока неизвестна. Но пальцы у вас есть, причем еще их, скорее всего, 10, по крайней мере, на руках. Берете клавиатуру, печатаете свой вопрос в гугле, изучаете вопрос. И у меня нет достаточно времени, чтобы каждому сидеть, расписывать по 15, по 20 минут, почему, где найти, как это работает, как настроить, как подключить, и картинки с гугла кидать. Или, там, ссылки на статьи в Википедии. Ну, будьте добры, уважительно относитесь к моему времени. Я точно так же отношусь уважительно к вашему времени, когда я максимально компактно пытаюсь запихать информацию в ролик. По поводу розыгрыша, да, там достаточно много народу откликнулось. И, друзья, если я написал вам, что у вас закрыта страничка, потому что там было 5-6 человек, у которых вот закрыта страничка, особенно ребята там в Фейсбуке часто бывает такое, вы должны их открыть. Как открыть страничку в Фейсбуке для общественного доступа, вы можете найти, опять же, в Гугле. Это делается буквально за два шага, вы кликаете настройки, там, применяете приватность, и все. Просто это нужно для того, чтобы я проверил, что вы выполнили условия конкурса. Ну и спрашивали, как происходит розыгрыш, между кем он будет разыгрываться. Розыгрыш будет разыгрываться между всем, кто оставил комментарий под видео с ссылочкой на собственный репост. То есть никаких серьезных, сложных условий не будет, вот очень просто. То есть есть репост, есть ссылочка, проверяем, чтобы вы были подписаны на канал, чтобы вы были в группе нашей, и в принципе-то и все. И будет потом рандомный генератор чисел, и, например, с пятой попытки мы накликаем имя победителя. Номер победителя, то есть. И потом также еще разыграем учительные призы, которых тоже будет немало. Оставляйте свое мнение по этому поводу, потому что это реально не совсем понятно для меня, что происходит в последнее время. Потому что, наверное, огромное количество новых людей зашло на канал. Вот это как раз обращение именно к вам. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok